Давайте проверим, как сейчас слышно. Должно быть лучше. Не сразу выбрал нужный микрофон. Возможно, дело было в этом. Проверьте, пожалуйста, как сейчас. Напишите. Отлично. Да, я и думаю, что звук должен быть хороший. Меня должно быть хорошо слышно. Но, в первую очередь, чтобы воспринимать информацию. Отлично. Звук мы с вами проверили. Рад всех приветствовать на нашем еженедельном вебинаре, который проходит каждый понедельник, где мы смотрим, что у нас произошло на неделе предыдущей и что нас ждет на неделе предстоящей. У нас первая полная неделя декабря. Всех поздравляю с наступлением зимы и посмотрим, что у нас будет на этой торговой неделе. Как всегда, перед началом предупреждения о рисках всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и не стоит переходить к работе на реальном счету до того момента, пока вы не ознакомились со всеми рисками, которые могут присутствовать в биржевой торговле, в торговле с кредитным плечом и в различных особенностях торгуемых инструментов. Представлюсь для тех, кто впервые. Меня зовут Исааков Роман, я являюсь региональным менеджером компании Admiral Markets, отвечаю за такие регионы, как Россия, Украина и страны СНГ. В компании Admiral Markets работаю уже более пяти лет, но что наиболее важно в рамках данного вебинара, мой опыт трейдинга составляет порядка восьми лет. Именно те наработки, которые были за это время, и фактически позволяют мне проводить данный вебинар и делиться своим мнением по текущей ситуации, ну и также отвечать на ваши вопросы. Прежде чем мы, коллеги, начнем, хотел напомнить, что у нас стартовала предновогодняя акция, которая позволяет получить возврат спреда для всех, кто пополняет свой счет, ну и в том числе принимает участие в данной акции, поэтому, чтобы вы смогли более подробно ознакомиться, я ссылку на нее прикладываю. То есть вы, в зависимости от суммы пополнения вашего счета, можете получить возврат спреда на определенный период, то есть 10 дней, 20 дней, 30 дней или более. Вот более подробные уже условия из данной акции вы сможете найти по ссылке, которую я приложил. Коллеги, хотел сразу же уточнить, кто у нас присутствует впервые, поставьте, пожалуйста, цифру 1. Если вы присутствуете первый раз на данном вебинаре, я расскажу несколько слов о порядке проведения и о сопутствующих моментах, которые у нас в рамках этого вебинара возникают. Да, вот вижу, гениус впервые. Отлично. Ну, в любом случае у нас есть новые участники, поэтому я расскажу. То есть мы сегодня с вами и как каждый понедельник разбираем, что у нас происходит на финансовых рынках, какие есть интересные моменты и на что важно обратить внимание. Мы делаем, исходя из расчета сегодняшнего торгового дня, то есть посмотрим, что у нас было до 6-7 часов вечера понедельника, чем у нас закрылась предыдущая неделя и построим план на предстоящую неделю, что будем ожидать от основных финансовых инструментов. Но сразу же скажу, что ситуация на рынке может поменяться. Мы сегодня рассмотрим максимально подробно возможные сценарии, которые могут произойти. Но для того, чтобы вы были всегда в курсе актуальных событий на текущий день, я также записываю онлайн-обзор каждое утро. И он добавляется на наш YouTube-канал. Поэтому для того, чтобы вы также получали актуальную информацию на текущий день, я рекомендую подписаться на наш YouTube-канал. Ну и помимо этого вы сможете там всегда найти записи вебинаров и также онлайн-трансляции. Например, мы сейчас ввели онлайн-трансляции по ключевым фундаментальным событиям, которые публикуются, как рынок на них реагирует. Мой коллега Фредерик Данеев в прямом эфире комментирует данные события, то есть что произошло, как это повлияло на рынок и что, соответственно, ожидать. Вот это такие важные моменты, с которыми разобраться не всегда удается сразу. Поэтому для того, чтобы, если вы хотите для себя разобраться еще и с фундаментальным анализом, то есть мы будем, я больше концентрировал внимание именно на техническом анализе, то есть безусловно фундаментальный анализ идет параллельно, но не так глубоко, как, к примеру, Фредерик это делает. То есть у каждого трейдера свой подход и свое видение. И поэтому для того, чтобы быть в курсе данных событий, обязательно подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы уже получить для себя больше информации с точки зрения фундаментального анализа. Ну и второй момент, второй формат, это то, что в рамках данного вебинара я также готов отвечать на ваши вопросы, которые появляются, во-первых, в ходе вебинара. Коллеги, я напоминаю, что если у вас возник вопрос, напишите в чат и я обязательно на нем остановлюсь. Ну а к следующему вебинару или если у вас вопросы появятся чуть позже, я приложил сейчас в чате свою почту, поэтому вы всегда можете мне вопрос ваш написать, он может быть связан с какой-то торговой системой, с каким-то торговым моментом, то есть в принципе все вопросы, которые появляются связанные с трейдингом, пишите мне на почту и я обязательно вам отвечу либо сразу же на почту, либо мы разберем уже на следующем нашем вебинаре, который будет в следующий понедельник. Вот примерно в таком режиме, примерно в таком формате мы будем работать, поэтому призываю вас к активному участию, я понимаю, что мы проводим вебинар, то есть я вас не вижу, вы видите только меня, но тем не менее давайте постараемся сделать этот вебинар и все следующие более живыми и более информативными, поэтому не стесняйтесь задавать вопросы, их пишите и я буду на них также в ходе вебинара останавливаться и на них отвечать. Ну возможно какие-то вопросы я смещу на конец вебинара, но если вопрос будет актуален к тому моменту, который мы рассматриваем, то я обязательно на нем сделаю остановку. Отлично, тогда с организационными моментами мы разобрались, сейчас я буду переходить в мета трейдер и уже посмотрим, перейдем непосредственно к теме нашего сегодняшнего вебинара. Итак, коллеги, сейчас перед вами должен появиться терминал пара евро-доллар, поставьте пожалуйста плюсик, если вы ее видите. Коллеги, давайте проверим, как у остальных, вот сейчас должен быть терминал, включу дневной таймфрейм по евро-доллару и пожалуйста просигнализируйте мне, что у вас также появился терминал. Да, отлично, вижу плюсики пошли. Ну и по традиции, как всегда мы начнем с наиболее популярного инструмента, пара евро-доллар. Я также несколько моментов, то есть мы, как правило, одну пару с точки зрения тех паттернов, тех закономерностей, которые я для себя отслеживаю, я расскажу более подробно и уже по такой же аналогии мы разберем все остальные инструменты. То есть мы поговорим о валютных парах, о сырье, то есть это нефть, индексы и также биткоин, который становится все наиболее популярен для спекулятивных операций. Итак, начнем мы наш разбор с пары евро-доллар и коллеги, я напоминаю, что прежде чем мы с вами, то есть в принципе весь процесс поиска торговых ситуаций, поиск точек для входа, он сводится к тому, чтобы определить основное направление и определить точку, где нам лучше всего к ней присоединиться. Как правило, используется несколько таймфреймов, я для себя использую таймфрейм старшего порядка, то есть к примеру, день, четырехчасовой и часовой, то есть часовой таймфрейм уже идет таймфрейм принятия решений. Прежде чем переходить к часу, то есть тут должно быть не от меньшего к большему, а от большего к меньшему, мы разбираем и смотрим, что у нас на текущий момент происходит по паре евро-доллар. Я думаю, что давайте мы сделаем несколько по-другому, я открою сейчас новый график, чтобы те построения, которые были, они несколько не мешали и постепенно мы как раз придем к тому, что сейчас присутствует на графике, для того, чтобы это было максимально понятно. Включаем пару евро-доллар, у нас открыт чистый график и, соответственно, переходим на дневной таймфрейм. Что здесь мы видим? Во-первых, важно отметить тот момент, что до фактически сентября 2017 года, до текущего года тенденция сохранялась восходящая по паре евро-доллар. Началась она с того момента, когда пара преодолела в конце апреля, начале мая область сопротивления 1,09. После этого сейчас я отмечу эту область, отмечу это ценовое значение и далее у нас начался тренд восходящий. Сейчас евро-доллар, я понимаю, что многие из вас слышали это уже несколько раз, но тем не менее еще раз повторим. То есть здесь один из ключевых моментов, который мы определяем с точки зрения поведения тренда, это такие ключевые моменты, ключевая особенность – тенденция. То есть у нас, когда тенденция идет на повышение, мы видим постепенно повышающееся минимальное значение. То есть в этом случае мы с вами понимаем, что у нас тренд восходящий сохраняется и для нас наиболее интересными будут те сделки, которые как раз у нас формируются в области минимальной значения. То есть тот момент, когда у нас коррекция завершается и цена начинает двигаться уже к следующим целям, которые у нас отмечены на графике. То есть фактически, если мы с вами раскладываем дневной таймфрейм, мы видим, что у нас тренд сохраняется восходящий, то наиболее интересной ситуацией является это присоединение на покупку, то есть в сторону основного тренда, в тот момент, когда вот эта коррекция заканчивается. То есть в принципе эти мы ситуации и стараемся находить. Соответственно, если мы посмотрим и уже вот на примере той ситуации, которую мы видели по паре евро-доллар, соответственно у нас тенденция с сентября 2016 года была нисходящая, но если посмотреть, если мы посмотрим еще недельный таймфрейм, то фактически у нас здесь присутствовал боковик, да, присутствовало боковое движение, то есть верхняя граница была 1.17, нижняя граница была 1.04. Вот в этом диапазоне, начиная с 2014 года, с 2015 года, прошу прощения, мы и двигались. Так вот, как раз в тот момент, когда цена подходила к области поддержки, была очень большая возможность начала вновь восходящего тренда, который фактически продлился порядка 7, ну 6 месяцев, да, с момента определения и уже до текущего времени. Так вот, что мы видели в рамках дневного таймфрейма? У нас тенденция сначала шла нисходящая, я пользуюсь тем же самым правилом, просто отмечаю те импульсные и коррекционные движения, которые у нас на рынке присутствовали. И в тот момент, когда у нас цена стала преодолевать максимальное значение предыдущих торговых сессий, как это было здесь, вот этот момент, то уже после этого мы можем говорить о том, что тенденция у нас формируется восходящей и фактически уже мы переходим от продаж к тенденции, к основным сделкам на покупку. То есть после того, как у нас цена пересекла, ну фактически вот первый максимум, который у нас присутствовал, это область максимальное значение февраля, да, затем мы в марте его пробили данную область и минимальные значения у нас обновлены не были при последующей коррекции. То есть мы можем говорить о том, что у нас тенденция формируется восходящая, что собственно далее мы именно видим. А что у нас было дальше? Дальше у нас этот импульс сохранялся довольно-таки продолжительное время, примерно 5, порядка 5 месяцев и достиг своего максимального значения в области 1.20. После этого мы увидели некоторую остановку, после этого мы увидели остановку и цена вновь пошла на коррекцию. Вот последний минимум, последний рубеж, который у нас здесь присутствовал, это минимальное значение, которое у нас были сформированы по минимуму августа, да, 20 августа. То есть фактически это была критическая точка для возобновления продаж. То есть с этих уровней после преодоления данного минимального значения уже цена вновь могла пойти в область 1.04, так, тем минимальным значением, которое мы видели в начале этого года. Собственно, стояли мы в этом уровне довольно-таки долго. Многие из вас заметят такую фигуру, как голова-плечи. Этот уровень был пробит и мы были готовы, то есть пара евро-доллар была готова пойти дальше вниз. Но ситуация здесь несколько поменялась и фактически мы такую же фигуру, но видим в обратную сторону. То есть уже цена вернулась. То есть уже меняется приоритет, то есть если мы после преодоления данного уровня смещали наш приоритет к продажам, то есть шел поиск продаж, то в тот момент, когда цена преодолевает уже, давайте отмечу другим цветом, область максимальных значений, которые у нас были сформированы в области середины октября, мы увидели пробитие данного уровня, закрепление, то уже приоритет смещается непосредственно к покупкам. То есть опять евро-доллар возвращается к своему восходящему тренду и с целями движения в область максимальных значений на 1,20, то есть преодолеть данную область и пойти дальше вверх. То есть у нас постоянно рынок дает определенные предпосылки, по которым мы анализируем, в каком месте мы сейчас находимся и какой исход будет наиболее вероятен. И уже в сторону наиболее вероятного сценария мы и выбираем нашу позицию, то есть отдаем приоритет либо покупкам, либо продажам. Это тоже нужно понимать, потому что трейдер – это не тот человек, который в любой момент может сказать, куда цена пойдет, вверх или вниз. Трейдер, в принципе, любой человек может сказать, что цена 100% пойдет вправо, а вот куда она пойдет – это уже другой вопрос. он не столь важен, то есть нам важно для себя больше определять те моменты, те ситуации, которые подходят для торговли, для открытия позиций. И как раз с точки зрения того, чтобы определить уже точку для входа, мы и сначала определяем старший таймфрейм, затем переходим уже на более мелкий таймфрейм. Так вот, что важно отметить по паре евро-доллар? То есть предыдущий я сейчас удалю. Соответственно, последний импульс, который у нас был – это обновление максимальной значения, то, что мы сейчас посмотрели на середину октября. Мы увидели закрепление за данным уровнем и фактически в текущей ситуации мы можем говорить о возобновлении покупок. Это не отменяет возможность пойти вновь по паре евро-доллар вниз, то есть возобновить нисходящее движение, но к этому уже будут несколько другие предпосылки, которые мы разберем чуть дальше. С точки зрения текущей ситуации, на мой взгляд, по евро-доллару преобладают покупки и данный сценарий будет актуален до тех пор, по крайней мере, пока пара торгуется ниже отметки 1.15. 1.15 – это минимальное значение, которое у нас было сформировано в начале ноября, область 1.15.50. То есть, если мы увидим вновь импульс нисходящий таким образом, то тогда уже опять мы вернемся к продажам по данному активу. Но пока торгуемся выше данного уровня, в рамках данного таймфрейма, покупки у нас остаются в приоритете. Что у нас дальше? Более подробно разбираем, переходим на 4-х часовой таймфрейм и смотрим, что у нас происходит здесь. По 4-х часовому таймфрейму мы точно так же видим тенденцию, которая у нас сформирована именно в восходящем движении. Давайте сейчас отметим ту линию пробоя, которая у нас была на дневном таймфрейме. Сейчас, одну минуту, давайте отметим ее пунктирной линией. Сделаем пунктирной, чтобы нам ее было легче отметить уже на меньшем таймфрейме. Собственно, вот здесь находится эта линия, ее мы пробивали в конце ноября, если более точно, то 24 ноября, то уже практически вот с этой зоны, с этих точек у нас идет возобновление покупок. Что мы видим в рамках 4-х часового таймфрейма? Здесь картина, она примерно похожа. У нас сначала тенденция была нисходящая, мы видим каждый последующий максимум идет ниже и ниже предыдущего, но в какой-то определенный момент эта тенденция ломается. И мы видим вновь пробитие максимальных значений, которые у нас были в начале ноября, и мы опять переходим в фазу роста. Но пока мы не пробили вот данный уровень, данная ситуация для нас является коррекция. В чем отличие коррекции и основного импульса? На коррекциях также можно работать в зависимости от вашей торговой стратегии, на который важно обращать внимание, это тот момент, который вы можете использовать больше вероятностью продолжится, чем поменяется. То есть, сделки по тренду, в сторону основного тренда, они будут всегда более интересными с точки зрения потенциальной прибыли и с точки зрения потенциального движения. Поэтому здесь я использую для себя такое правило, если сделка открывается в сторону основного тренда, то используется стандартный риск, к примеру, 1% депозита. Прошу прощения, 1% депозита. Если сделка открывается контртрендово, то уже идет смещение в сторону уменьшения вот этой рисковой составляющей. То есть, к примеру, риск будет уже 0,5%. Ну а фактически после данного пробития мы видим уже следующий импульс, который у нас формируется по данной паре. Соответственно, ближайшие цели в рамках 4-часового таймфрейма – это обновление максимальных значений. Сразу же коллеги сделаю акцент на том, что вот те уровни, которые у нас формируются, они всегда имеют большее значение в том случае, если у нас был следующий импульс. То есть, давайте посмотрим вот этот минимум и вот этот. В чем его отличие? В чем отличие этих двух минимальных значений? В первом случае у нас было обновлено максимальное значение, с которого началась коррекция. То есть, у нас была волна роста, затем была волна коррекции. После уже обновления максимальных значений мы получаем для себя более надежную точку для определения уровня разворота. То есть, когда импульс сохраняется, когда есть обновление максимальных значений или минимальных, то вот эта точка первая, которая отмечена прямоугольником, она является наиболее интересной. И мы ее рассматриваем как уровень разворота. То есть, в рамках 4-часового таймфрейма, чтобы нам вернуться уже к тенденции, нисходящей по 4 часам, нужно увидеть как раз пробитие данного уровня и ухода ниже данной области. В свою очередь, уже мы сместим наше целевое значение на второй прямоугольник, который у нас чуть выше, в тот момент, когда мы увидим следующий восходящий импульс и цена обновит максимальное значение, которое мы видели в области 1.1959. И, соответственно, уже после этого целевая область для 4-часового таймфрейма у нас будет смещена. Так вот, что сейчас мы видим? В рамках 4-часового таймфрейма отмечаю последнее движение, которое у нас сформировано. Тенденция у нас идет восходящая по 4-часам, соответственно, был пробит также уровень в рамках дневного таймфрейма, поэтому на текущий момент для покупок у нас открывается область, фактически диапазон, куда у нас цена может прийти. И этот диапазон можно обозначить вот таким образом. То есть, вот эта та зона, исходя из текущих цен, которые сформированы, откуда для нас было бы интересно покупать. То есть, есть возможность купить и сейчас, об этом мы поговорим, чуть позже, уже в рамках часового таймфрейма. Но, фактически, вот эта область нам дает понимание о том, что мы отсюда, если у нас на часовом таймфрейме появится сигнал на покупку, можем купить чуть ниже, если цена уйдет, и мы сможем также пойти вниз. Но, если мы увидим закрепление ниже данного уровня, то, фактически, уже идет отмена данного восходящего сценария, и мы опять переходим к продажам. То есть, продажи смещаются сначала в рамках четырехчасового таймфрейма, затем у нас есть следующий уровень для дня, который у нас находится на минимальном значении ноября, и таким образом у нас тенденции начинают смещаться. То есть, опять же, мы сначала для себя анализируем от большего к меньшему, а тренд, он, соответственно, меняется постепенно. И, соответственно, у нас сейчас по четырех часам идут также покупки. Ну, а теперь давайте посмотрим, что у нас происходит в рамках часового таймфрейма. Для определения точек входа и для определения ситуации, которые как раз позволяют присоединиться к тренду, я пользуюсь следующим правилом. Во-первых, я для себя отслеживаю тенденции по тому, как закрывается торговый день. И, на мой взгляд, это наиболее такой универсальный инструмент, который показывает, как себя вели продавцы, как вели себя покупатели, которые дают представление о текущей ситуации на рынке. Давайте покажу, как это выглядит. К примеру, у нас есть какой-то торговый день, который у нас сформирован. У нас есть цена открытия, это внизу, вверху цена закрытия. То есть, у нас идет рост за этот день. Идет день следующий, этот рост сохраняется. Фактически, это те же самые дневные свечи. То есть, если перейти на дневной таймфрейм, просто в чуть меньшем масштабе, для того, чтобы как раз было более удобно определять точку для входа. Так вот, тот переломный момент, который возникает, он происходит как раз в том случае, когда у нас возникает уже перекос, когда инициативу перехватывают продавцы. И в этом случае у нас может начаться либо коррекция, если тренд основной, к примеру, идет в восходящий, завершение которого позволит присоединиться вновь на покупки. Вот таким образом. И далее уже пойти вновь вверх. Либо эта тенденция может перерасти в нечто большее, и у нас начнется движение нисходящее. Как можно определять, и как, по крайней мере, я это для себя делаю. Представим, что у нас есть максимальное и минимальное значение, торгового дня. То есть, то, что мы сейчас с вами квадратиками отмечали. Так вот, если у нас тенденция предыдущая идет, к примеру, вот такая, то есть у нас тренд идет восходящий, то для того, чтобы мы смогли предположить, что следующий день уже отдает предпочтение продавцам, это наиболее актуально для валютных пар, так как здесь торгуются инструменты 24 часа, и, соответственно, все основные участники торгов присутствуют. То есть, фактически, если у нас день закрывается повышением, то все участники принимают условия рынка, и тенденция идет на повышение. Но в какой-то момент возникает данный перекос, и тенденции начинают двигаться, к примеру, на понижение. Так вот, один из примеров, по которым мы можем определить данное изменение соотношения сил, оно происходит в тот момент, когда у нас цена пересекает минимум предыдущего дня, вот таким образом, то есть у нас есть минимальное значение, я его продлил на текущий день, и, по крайней мере, одна часовая свеча открывается и закрывается за этим уровнем. Вот уже после такой картины мы можем ожидать то, что тенденция поменяется. То есть, это не стопроцентный вариант, то есть это не стопроцентный случай, но если вы посмотрите по истории, проанализируете основные инструменты, ну, можно и не основные, то здесь уже насколько хватит времени, и посмотрите, как себя цена вела после таких паттернов, которые возникают. Соответственно, мы получаем ориентиры на то, что цена в рамках числа таймфрейма может пойти вниз, мы получаем область, за которую мы ставим стоплоц, предыдущие максимальные значения, которые у нас было, и мы начинаем работать в сторону того тренда, той тенденции, которая у нас образовалась. Ну и, соответственно, она должна сходиться с основными направлениями, которые присутствуют на рынке. То есть, если тренд восходящий основной, то и наиболее интересные сделки будут на покупку. Вот в том числе, давайте посмотрим тот пример, который у нас был в 20-х числах ноября. У нас точно так же был образован максимум и минимум торгового дня. На следующий день мы увидели 22 ноября уход выше данного уровня, мы закрепились за ним. А, собственно, у нас после вот той свечи пробития, которая у нас сформировалась, появился сигнал на то, что мы можем входить на покупку со стопом за предыдущий минимум, за нижнюю красную линию. Соответственно, данная тенденция еще не была подтверждена на старшем таймфрейме, то есть она все еще являлась коррекционной для дневного таймфрейма, поэтому с точки зрения риск-менеджмента целесообразно было использовать меньший риск для входа в данную позицию. И далее у нас цена пошла на повышение, мы с вами можем отметить минимальное значение тех дней, тех нескольких дней, когда эта тенденция сохранялась. И вот далее мы видим, что цена уходит ниже минимумов, которые у нас были как раз после пробития. Мы вновь уходим на коррекцию, цена пробивает минимальное значение, которое у нас присутствовало на рынке 27 ноября, начинается коррекция и что здесь важно. Во-первых, то, что эта коррекция происходит уже после того, как цена пробивает максимум, то есть в рамках дневного таймфрейма мы закрепились за уровнем старшего порядка, соответственно, уже происходит пересчет. То есть вот из тех позиций, которые у нас были на покупку, к примеру, мы можем выходить на данной коррекции, дальше уже дожидаемся, когда эта коррекция завершится и вновь уже покупки возобновляются, в принципе, со стандартным риском, к примеру, в 1%. То есть сориентируем на то, что цена по паре евро-доллар пойдет дальше на 1.20, на 1.21, на 1.22 и так далее. Что у нас было дальше? То есть цена у нас начинает двигаться вниз, мы закрепились за этим уровнем, началась коррекция. То есть вот сделки на продажу в рамках уже вот этой ситуации, они уже, опять же, смещаются и здесь используется меньше риск, то есть полпроцента. Соответственно, мы дальше начинаем двигаться по нисходящему, у нас опять формируется минимум и максимум за торговый день. И вот как мы видим с вами далее, в четверг произошло пробитие данного уровня, то есть вот вновь мы пробили максимум предыдущего торгового дня и фактически вот отсюда у нас формируется опять зона покупок. И здесь уже, соответственно, мы можем рассматривать точки для присоединения. Ближайшая область стоп-лот, которая находится на данных значениях, находится на минимальных уровнях четверга. То есть вот здесь он находится по данным уровням. Соответственно, уже при коррекции, которая произошла на следующий день, уже в пятницу, здесь опять же есть такие некоторые правила для трейдеров, кто не работает по... Так, коллеги, я вот сейчас вернулся в чат, вижу, что много вопросов по поводу звука. Давайте проверим, напишите, пожалуйста, плюсик, просто поставьте, если все окей. Если все хорошо, звук идет, терминал видно, то, что я рисую, на нем тоже видно. То есть никаких технических моментов, которые бы нам могли помешать, не присутствуют. Да, отлично. Вижу, что плюсики пошли. Да, прекрасно. Так вот, что у нас формируется на текущий момент, ну, точнее, было сформировано на предыдущей неделе. То есть мы перешли опять в фазу роста, мы можем отметить область установки стоп-лосс, это минимальные значения, которые у нас были сформированы непосредственно в четверг, да, минимальные значения, и уже следующая цель по практическому движению, ближайшая, это обновление максимальных значений, которые мы видим 27 ноября. Дальше уже, соответственно, появляются следующие уровни, следующего порядка. Фактически сейчас по паре евро-доллар в рамках данной формации мы также получаем сигнал на то, что пока покупки сохраняются. Но, так как здесь вот есть несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, коллеги, я подскажу вам, кто еще не пользуется, вот для того, чтобы определять максимум и минимум торгового дня, очень удобная есть функция MetaTrader Supreme Edition, это дополнение от Admiral Markets, которое расширяет стандартные функции вашего MetaTrader. Там очень большое количество параметров, и в том числе есть такой индикатор, который называется Admiral High Low. Он ставится как на четвертый, так и на пятый MetaTrader. Вот у меня сейчас включен пятый, но вы тоже самое можете поставить на четвертый, если вы им пользуетесь. Когда запускаете данный инструмент, здесь появляется поле D1 стоит по умолчанию, то есть учитывается целый день, то есть 24 часа, и поле номер 2 – это по какому бару считать, то есть по какой свече. Соответственно, если поставить current bar, то он будет считать по текущему дню, если поставить previous bar, то он будет считать по предыдущему дню. Вот здесь лучше выбирать именно по предыдущему, потому что мы отслеживаем пробитие именно предыдущего торгового дня. Что у нас сейчас сформировано по паре евро-доллар? Сегодня с утра мы после открытия, мы открылись небольшим гэпом, порядка 26 пунктов, открылись ниже закрытия пятницы, подошли к уровню поддержки на 1.1849. Сейчас торгуемся вблизи данного уровня, и здесь уже мы видим, что цена практически пробила данную область. То есть у нас была 16-часовая свеча и 17-часовая свеча, которая закрылась за данным значением. Здесь есть несколько моментов, то есть уже с точки зрения поведения в рынке. То есть для меня данный сигнал, то есть во-первых, вот этот импульс, который у нас присутствовал, то есть последнее минимальное значение, он является наиболее значимым. То есть у нас была коррекция, минимальное значение, был следующий импульс. То есть пока цена не уйдет ниже данного уровня, то есть пока мы не увидим уход за это значение, то фактически мы не получаем сигнала непосредственно от самой трендовой формации на движение вниз. То есть мы получили первый сигнал на продолжение покупок, но стоп-лосс у нас все еще стоит за областью минимальных значений, которые были у нас в четверг. Вот этот сигнал, он более косвенный и, так скажем, альтернативный. То есть он больше показывает нам то, что да, цена может пойти туда, но это может быть какой-то определенный ценовой шум. То есть все-таки большим подтверждением того, что цена начинает двигаться. То есть это момент, когда, к примеру, мы находимся уже в сделке. Да, я еще раз поясню. Очень часто я такие вопросы получаю, поэтому сейчас сегодня решил на этом акцентировать внимание. Соответственно, пока мы торгуемся выше данной области, то вероятность движения на продолжение тренда она сохраняется. А в тот момент, когда мы получим уход ниже данного уровня, то уже начнется меняться формация, и мы вновь можем уйти в нисходящую коррекцию, которая позволит присоединиться на покупку уже по данному инструменту в выбранную основную направление, то есть уже непосредственно на покупку. Поэтому, что мы можем отметить сейчас? По евро-доллару мы видим коррекцию. То есть мы корректируемся несколько от максимумов, которые мы видели в пятницу, но пока не пробит минимум четверга, тенденция в рамках числа о таймфрейме остается восходящей. То есть ближайшая цель – это движение в область уже 1.19.39 и, соответственно, дали на 1.20, на 1.22. С текущих уровней это также возможно. Соответственно, стоп за минимум четверга. То есть вот таким образом мы отслеживаем данное движение. То, что цена уходит ниже минимальной значений, то есть, опять же, здесь можно рассматривать несколько способов для входа. То есть первый – это входить по текущим ценам, либо далее уже после пробития максимальной значений. Обычно после пробития уже следующий импульс будет более интересным. Соответственно, с точки зрения текущей ситуации, опять, какие есть положительные моменты с точки зрения данной точки. У нас есть направление, то есть у нас цена движется восходящая, у нас есть цель по движению и у нас есть область поддержки на минимальных значениях четверга. То есть у нас от текущей точки входа, например, если мы входим на покупку, у нас потенциал стоп-лосса порядка 52 пунктов, потенциал прибыли порядка 100 пунктов. То есть соотношение 1 к 2. Бессловно, здесь можно рассматривать различные комбинации, то есть закрытие сделок частично, закрытие частично при преодолении первой цели и оставлять часть позиций уже для движения к следующей цели. Но это уже такие определенные моменты, которые как раз в рамках ваших вопросов будут наиболее интересны для разбора по какой-то ключевой ситуации. Сегодня у нас, в том числе сейчас, цель больше посмотреть, что у нас фактически на рынке сейчас формируется. Так вот, резюмируем пару евро-долларов и пойдем дальше. То есть покупки сейчас сохраняются, ключевая область поддержки на отметке 1.8.0.8 у нас является ключевой сейчас для часового таймфрейма. То есть если мы уходим ниже данного уровня, то вероятность нисходящего движения становится более вероятной и уже коррекция более серьезна может начаться, а не та, которая была на предыдущей неделе. То есть буквально два дня мы корректировались. Отлично, максимально подробно по паре евро-доллар мы с вами разобрали. Коллеги, попрошу вас поставить плюсики, если все понятно, если нужно что-то более детально уточнить, напишите, пожалуйста, ваш вопрос, и я на него отвечу, и мы двинемся уже дальше. Будем смотреть уже следующие инструменты чуть более быстро для понимания того, что у нас там происходит. Отлично. Если я вопрос какой-то пропущу, то я обязательно к нему вернусь и отвечу, да, если я сейчас перейду и продолжу. Отлично. Движемся дальше. Дальше у нас на очереди пара британский фунт и американский доллар. Точно так же открываем, давайте ее откроем в новом окне и посмотрим, что у нас происходит там по данному инструменту. По британскому фунту фактически здесь картина не меняется. Даже если мы посмотрим недельный таймфрейм, то фактически сейчас мы находимся также в фазе роста, когда же у нас эта формация стала актуальной. Фактически данное движение, данный сценарий стал вновь актуален после преодоления уже максимальных значений, которые мы видели в области максимальных значений февраля. Преодолели их в апреле и вот отсюда у нас уже тенденция пошла в восходящий. То есть пока мы видим, что у нас каждый последующий максимум идет, прошу прощения, каждый последующий минимум идет выше и выше предыдущий, у нас тенденция остается восходящая. А сейчас следующая цель по движению это уже область максимальных значений. Не очень хорошо у меня пунктированная линия получилась, но я думаю, что пример он понятен. То есть цель по дневному движению находится в области максимальных значений, которые мы видели в конце сентября, область 1.37.29, именно туда сейчас британский фунт и стремится. Соответственно, текущая тенденция по дневному таймфрейму у нас остается восходящей. Переходим далее, смотрим, что у нас происходит в рамках 4-х часового таймфрейма. Здесь точно так же мы видели определенную коррекцию, которая у нас была с сентября, последний, пусть потом мы стояли в боковике, было боковое движение, но тенденция также преобладала восходящая. Сейчас уже последние несколько недель этот тренд более устойчив. То есть вот так же я схематично, чтобы было понятно, изображаю, что у нас происходит. То есть у нас тенденция по 4-х часовому таймфрейму также идет восходящая. Ближайшая область поддержки для возврата к продажам для 4-х часового таймфрейма у нас сформирована по минимальным значениям, которые мы видели в конце ноября, именно 28 ноября, минимальные значения на 1.32.15. То есть вот, чтобы говорить о том, что тенденция на 4-х часовом таймфрейме тоже поменялась, то нам нужно увидеть уход ниже данного уровня. Ну и переходим на часовой таймфрейм, смотрим, что у нас происходит на нем. Что у нас есть на нем интересного. Интересное у нас на нем то, что, во-первых, на прошлой неделе, вот важно отметить этот момент, ну, можно посмотреть чуть раньше, то есть фактически у нас последний, последний возврат к продажам прошу прощения, к покупкам произошел после уже закрепления выше отметки 1.31.80 примерно значения, и с середины ноября у нас вновь в рамках всего таймфрейма сохранялся рост практически полторы недели. На прошлой неделе, 28 ноября, мы увидели импульс нисходящий, что могло нам говорить о начале коррекционного нисходящего движения, но здесь ситуация, она не подтвердилась. То есть в случае открытия сделок на покупку здесь можно было выходить, да, либо по стоп-лоссу, так как здесь максимум был обновлен, предыдущий локальный максимум, то есть которого пошла коррекция, то есть он является вполне рабочим, либо выходить уже по свечам, которые были сформированы. Но к концу дня мы увидели возврат уже в зону, точнее мы уже закрылись выше открытия, то есть вот здесь у нас было примерно закрытие, тут было открытие, то есть закрылись выше, то есть что в свою очередь нас опять же возвращает непосредственно к покупкам. Но в данном случае наиболее интересно получить подтверждение, то есть увидеть вновь обновление максимальных значений, которые мы увидели 29 ноября, коррекция к данной области, и соответственно у нас уже сформирована новая точка для стоп-лосс, которую необходимо учитывать, это минимально на течение 28 ноября. И есть следующая цель, уже в зависимости от того, где эта точка сформирована, имеет смысл выбирать для себя данную позицию, то есть выбирать, торговать ее или не торговать. То есть если вы понимаете, что цель по прибыли меньше, чем потенциальный, к примеру, стоп-лосс, то вероятно имеет смысл по данной позиции взять какую-то определенную паузу и уже искать следующие точки, которые будут сформированы уже по следующим импульсам. Собственно, у меня по этому поводу здесь тоже были определенные сомнения, поэтому для меня сейчас с точки зрения вновь открытия новых позиций по паре британским фунтам и американский доллар является коррекция, завершение которой уже позволит присоединиться вновь на покупку по более интересной цене. То есть в этом и также заключается один из основных смыслов поиска интересных точек для входа. Соответственно, что мы видим сегодня? Во-первых, у нас есть максимальное минимальное значение пятницы, это область 1.3548, минимум 1.3443. Мы начинаем двигаться уже в сторону понижения, сегодня цена не смогла обновить локальные максимумы, но в свою очередь минимальное значение того импульса, от того дня, который показывал максимальное значение, цена его обновила. То есть вот еще раз, в сравнении, например, с евро-долларом, то есть здесь мы рассматриваем последний импульс, который здесь у нас присутствовал, и поэтому здесь есть некоторое исключение, что называется исключение из правил. Ситуация, она несколько похожа, в данном случае практически идентична, но с той лишь разницей, что импульс здесь был несколько другой. То есть у нас сначала здесь была коррекция, то есть фактически вот данная точка для евро-доллара, 30 ноября, ее можно сопоставить примерно с минимальным значением, которое было 28 ноября, чтобы вот как раз показать логику, то есть в чем здесь, на мой взгляд, существует отличие. Так вот, разница здесь в том, что с текущих уровней у нас уже формируются вновь продажи по данному активу в рамках часового таймфрейма, то есть начинается коррекция. Соответственно, сегодня мы видели закрытие ниже минимальных значений пятницы, несколько свечей в 10-11 часов закрылись ниже уровня 1.3444, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в зону коррекции с отменой данного сценария после преодоления максимальных значений, которые мы видели в пятницу. Цена туда не ушла, мы продолжаем торговаться ниже данного уровня, поэтому продажи на текущий момент сохраняются. То есть фактически все цены, которые мы получали выше данного уровня, у нас были интересны для присоединения на продажу, то есть со стопом за предыдущий уровень, сейчас я тоже отмечаю, а со стоп-лоссом за максимум предыдущего торгового дня. То есть сейчас вероятное развитие коррекционного движения, а вот его завершение уже может послужить интересной точкой для входа. То есть в том случае, если мы видим несколько дней, к примеру, коррекции, то в тот момент, когда цена вновь обновляет максимальное значение предыдущего торгового дня и является интересной, на мой взгляд, точкой для присоединения вновь к росту по паре британский фунт-американский доллар. То есть сейчас все признаки к тому, что начинается коррекция. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если мы увидим уход выше максимумов четверга и пятницы, ну и здесь уже начнет работать следующее правило. То есть если мы увидим уход выше данного уровня, то практически вновь покупки будут интересны после пробития данного максимального значения при коррекции к уровню пробития и со стопом за минимум сегодняшнего дня. То есть вот эта картина, она может смещаться, очень часто рынок может корректироваться не один день, а два-три дня в неделю. И вот как раз его завершение является наиболее интересной точкой для присоединения. Движемся дальше. Дальше у нас на очереди пара американский доллар, канадский доллар. Сейчас открою его график, переместим его сюда. Что у нас было по канадцу? Ну, здесь важно посмотреть, точно так же начать с более крупного таймфрейма, для того, чтобы посмотреть, что у нас там в принципе происходит. Так вот, по канадцу практически мы уперлись в первую целевую область на отметке 1.2904. Это максимальное значение, которое мы видели в конце октября, начале ноября. Там находилась ближайшая цель по движению, но и с точки зрения формирования тенденции, мы на текущий момент видим преобладание именно тенденции восходящей. В принципе, о продажах, то есть продажах, которые могут перерасти в нечто большее, я бы здесь даже рассматривал уже уход ниже вот данного уровня, к которому сейчас она достаточно близко находится, и вероятность снижения уже будет более вероятна. Но пока мы торгуемся выше данного ценового значения, на отметке 1.2682, пока покупки остаются в приоритете. И фактически вот тот импульс, который у нас произошел в пятницу, уже также может позволить наценивать начало для покупок в сторону основного тренда. Ну а если мы посмотрим 4-часовый таймфрейм, который у нас сформирован, то уже после этого имеет смысл возвращаться непосредственно уже к продажам по данному активу. Ну и с точки зрения часового таймфрейма, что у нас здесь происходит. Соответственно, если говорить о, опять же, вот ситуация, да, о точках для присоединения, вот фактически сейчас в рамках часового таймфрейма, если мы посмотрим, во-первых, у нас было пробитие, ну в завершении вот этого восходящее движение, которое у нас было на прошлой неделе, пробитие минимум четверга, пробили его пятницу и пошли вниз. Соответственно, если уже данная область, данное движение было отмечено где-то во второй половине торгового дня, то есть примерно, когда цена уже прошла, давайте посмотрим, сколько, до отметки примерно 1,27, то есть уже порядка 100 пунктов от только целевого значения, то есть не за весь день даже, а от целевого значения за весь день цена могла пройти там уже порядка 160 пунктов, то здесь уже возникает вопрос в целесообразности такой сделки. И что здесь должно выходить на первый план? Во-первых, в Канаде прошло порядка 200 пунктов за один день. Вот фактически, посмотрите, мы туда росли 1, 2, 3, 4, 4 дня, а потом за один день мы прошли все движение, которое было предыдущие 4 дня. был очень большой импульс. Соответственно, говорить о продажах имеет смысл, но здесь уже возникает второй вопрос, а насколько интересно присоединяться к этим продажам? И вот давайте посмотрим на такие моменты. У нас стоп по данному движению находится за максимум, который у нас был в четверг-пятницу. Соответственно, если мы получаем точку для входа где-то вот примерно здесь, то мы видим, что стоп у нас будет составлять порядка 160 пунктов. То есть это довольно-таки большой стоп для присоединений. То есть, на мой взгляд, оптимальные точки для входа можно находить со стопом порядка 50-60 пунктов. То есть для меня это такой критический момент. То есть если он больше, то его нельзя просто поставить на 50, он в любом случае должен быть за какими-то определенными уровнями. Все зависит от ситуации. И что мы получаем дальше? Опять же, важность отслеживания более крупного таймфрейма. На старшем таймфрейме мы получаем то, что цена подошла к области поддержки, от которой мы отбивались в начале ноября, а затем в 20-х числах и вот подошли еще раз. То есть вероятность отбития вот этого уровня, она довольно-таки большая. То есть если мы входим на продажу вблизи уровня сопротивления, то сила этой сделки и сила этого импульса, она снижается. И мы без того прошли там практически за один день 4 дня, то есть среднюю волатильность за последние 4 дня. Так мы еще подошли к уровню поддержки. Поэтому здесь имеет смысл рассматривать, на мой взгляд, два сценария. Во-первых, если говорить о продажах, то уже после того, как сегодняшний день переварит все то, что на рынок поступало в пятницу, у нас формируются более локальные уровни максимумов и минимумов сегодняшнего торгового дня. И если мы увидим закрепление за данной областью, за данным уровнем, то уже после этого будет иметь смысл входить вновь на продажи. Но второй альтернативный сценарий, который у нас может произойти, это уже возобновление роста. То есть как это происходило несколько предыдущих торговых дней. Так вот, давайте разберем, как здесь будет иметь смысл действовать, на мой взгляд. У нас сейчас сформированы два уровня. Это максимум торгового дня и минимум торгового дня. Он пока еще не сформирован. Мы делаем это схематично, более четко и более корректно. Мы это сможем сделать только по закрытию дня. То есть когда у нас закроется сегодняшний день, вот эти уровни будут подтверждены. Начнется день следующий. Пока это только пример. Соответственно, если у нас цена завтра начинает двигаться в сторону повышения, мы закрепляемся за данным уровнем, то мы получаем вновь точку для присоединения на покупку с целью движения к максимуму пятницы и четверга. Эта сделка может быть довольно-таки интересной. То есть мы получаем относительно небольшой стоп по соотношению к стоп-лот, к тейк-профиту. То есть соотношение довольно-таки интересное. То есть стоп может быть порядка 78 пунктов, а потенциальный тейк-профит порядка 180 пунктов. То есть чуть больше, чем 1 к 2. Но это уже интереснее, чем мы рассматривали сделку предыдущую, например, для продаж. Ну и второй сценарий, который у нас здесь может произойти, это продолжение уже нисходящего импульса. И точно так же мы будем отслеживать пробитие минимума. То есть если у нас цена, к примеру, завтра уходит ниже минимальной значения, которые были вчера, то мы получаем уже опять же более интересную точку для присоединения в рамках часового таймфрейма со стопом за максимум сегодняшнего дня и, соответственно, потенциалом снижения в рамках уже старшего таймфрейма в область 1.24 мы можем еще вполне скорректироваться, туда сходить, если пока еще не получаем подтверждение на возобновление роста. Поэтому по канадцу важно, что иметь в виду, мы торгуемся вблизи уровня поддержки, от которого мы вновь можем перейти в фазу роста до 1.29. Ну а если закрепимся за этим уровнем, то тогда целесообразно уже открывать позиции непосредственно на продажу. Но вот пока можно сказать, что по канадцу вне рынка таким образом. Владимир пишет, что звук гуляет. Коллеги, давайте еще раз небольшую проверку сделаем. Напишите, все ли хорошо со звуком. Бывает, что открывается вебинар в нескольких окнах и он может фонить. Да, ну отлично. Да, я просто периодически об этом спрашиваю, чтобы все было в порядке. Ну вот канадец, а по канадцу мы с вами поговорили. Далее у нас на очередь идет пара американский доллар и японская иена. Мы сегодня прямо почти все инструменты разбираем максимально подробно, поэтому у нас даже мы уже немного выходим за рамки нашего времени. Но я надеюсь, что это будет максимально полезно и эффективно для всех присутствующих. То есть главное, чтобы в рамках тех вебинаров, которые мы проводим, вся информация была максимально полезной и эффективной. Пара американский доллар и японская иена. Что мы видим в рамках дневного таймфрейма? Во-первых, у нас есть область сопротивления на отметке 114.44, к которой мы подходили в начале ноября. Преодолеть данную область мы так и не смогли и ушли вновь в коррекцию. Уже в рамках четырехчасового таймфрейма мы с вами сейчас увидим, когда на него перейдем, что цена пробила также минимальное значение 13 октября. 13-16 октября произошло это также на прошлой неделе и мы вновь переходим в фазу снижения. То есть фактически по паре американский доллар и японская иена, не смотря дневной таймфрейм, мы можем увидеть вот такой сценарий, то есть движение в область 106. Вполне это вероятность. У нас японская иена в этом боковике стоит уже довольно-таки долго. Ну а в свою очередь возврат уже непосредственно к покупкам, точнее не возврат к покупкам, а продолжение покупок более интересных будем рассматривать уже непосредственно вот либо из данной области, вот эта область после коррекции, либо уже после пробития максимальное значение, то есть если у нас цена уходит выше данной области, закрепляется за этим уровнем и тогда у нас вновь формируется возможность следующего импульса на покупку. Переходим на четырехчасовой таймфрейм и смотрим, что у у нас происходит там. Ну фактически первые признаки начала данного нисходящего движения у нас были сформированы в начале ноября. Более важным элементом здесь послужило уже движение, которое было образовано примерно 16 ноября. Мы пробили минимальное значение, которое мы видели в первых числах ноября. И далее вот у нас тенденция в рамках четырехчасового таймфрейма пошла нисходяще. Сейчас мы находимся в фазе коррекции и уже если говорить о продолжении нисходящего движения, то вот это завершение данного восходящего движения, данного восходящего коррекционного движения также является интересной точкой для присоединения вновь на продаже по данному активу. Давайте посмотрим, что у нас идет по часу, по часовому таймфрейму. По часовому таймфрейму у нас здесь рост, рост по паре американский доллар и японская иена. Начался этот рост после обновления максимальной значения, которую мы видели 27 и 28 ноября, закрепили за этой областью, то есть вот вновь перешли в фазу роста. И также у нас каждый день цена идет выше и выше предыдущего. То есть так же, как вот обращу ваше внимание на такие моменты, которые появляются, вот мы видим попытку пробить уровень. То есть здесь фактически заход за него не является проведением. Здесь я напоминаю, что должна быть свеча, по крайней мере, которая открылась и закрыла за этим уровнем. Пока по американскому доллару и японской иене мы этого уровня не увидели, но эти значения как раз могут быть сформированы в ближайшее время. Соответственно, на что будем обращать внимание для возобновления продаж. Здесь наиболее важен будет тот момент, когда цена уйдет ниже минимум сегодняшнего торгового дня. Если мы увидим это завтра, то это опять же будет интересная точка для присоединения на продажу с относительно небольшим стоп-лоссом и довольно-таки интересным тейк-профитом. То есть отношение опять же по сделке интересное. Соответственно, нам нужно увидеть закрепление ниже области минимальной значений, которые будут сформированы сегодня, либо уже данный сценарий сместится, может сместиться на несколько дней, если завтра мы этого не увидим. То есть если цена завтра не сможет обновить локальный минимум, а вместо этого обновить максимум, то мы идем на второй, ну на следующий заход, то есть тенденция на укрепление сохраняется. И собственно мы продолжаем действовать в рамках данного тренда. Но пока, на мой взгляд, более интересными ситуациями для присоединения по паре по иене это как раз возобновление продаж после обновления минимальных значений сегодняшней торговой сессии. Далее у нас идет на очереди австралиец. Открываем австралиец. Открываем австралийца. И точно так же смотрим, что у нас здесь есть. По австралийцу, фактически, опять же, если мы смотрим недельный таймфрейм, у нас идет тенденция восходящая, начиная с, ну, фактически уже два года, да, по австралийцу, мы можем это отметить, таким образом, у нас тенденция идет восходящая. Тенденция идет восходящая. Сейчас мы находимся в фазе коррекции для недельного таймфрейма. То есть вот уход ниже данного уровня для недели нас вернет обратно к продажам как основному направлению в рамках недельного таймфрейма. Но для нас наиболее важна та ситуация, которая для нас будет иметь значение в рамках дневного таймфрейма. То есть по дню мы видим данную коррекцию. Фактически, следующая область поддержки, то есть преодоление которой нас может продолжить данную тенденцию нисходящая, но находится в области минимальной значения мая этого года. Соответственно, сейчас тенденция идет нисходящая и, опять же, приоритет отдается непосредственно продажам по данному активу на текущий момент в рамках дневного таймфрейма. Уже далее у нас по четырехчасовому таймфрейму. По четырехчасовому таймфрейму также тенденция идет нисходящая. И фактически последняя целевая область у нас находится на минимальных значениях, которые мы видели в начале ноября 76.97. То есть для четырех часов, если будет меняться направление, то сначала оно поменяется на час, затем дальше уйдем уже на 77.02, но после этого уже пойдем далее. Так вот, что у нас сейчас сформировано по часу, по часовому таймфрейму? По часовому таймфрейму у нас идет тенденция на укрепление. Давайте посмотрим, откуда это произошло. В пятницу мы смогли закрепиться выше максимальные значения, которые у нас были сформированы в четверг. Соответственно, сейчас следующая цель в рамках числа таймфрейма это двигаться дальше на 76.50 и на 77. Отмена данного сценария и возврат вновь к продажам произойдет тогда, когда мы увидим, во-первых, первый уровень, он находится более важный на минимальные значения четверга-пятницы, а локальный уровень будет находиться на минимальных значениях, которые были сформированы сегодня, но будут еще сформированы по закрытию дня. Поэтому сейчас в рамках часового таймфрейма по австралийцу преобладают покупки после обновления максимальных значений, которые мы видели в пятницу. Далее у нас на очереди пара евро-фунт. Немножко ускоримся, чтобы мы все инструменты успели разобрать. По паре евро-фунт здесь фактически ничего не поменялось. Тенденция у нас продолжается нисходящая. Давайте посмотрим. По дню у нас также здесь сформирован такой боковик. Верхняя граница это 90.26, нижняя граница это 87.56. Опять же, мы находимся вблизи уровня поддержки, очень долго отбивались, очень много раз отбивались от этого уровня. И вполне невероятно, что от этого уровня у нас также может произойти отбитие и далее пойти уже тенденция восходящая. Но нам для этого нужно подтверждение. То есть, как я очень часто повторяю, сам по себе уровень ничего не значит. В любом случае должно быть какое-то подтверждение. И, как мы с вами рассматриваем в рамках 4-часового таймфрейма, прошу прощения, здесь для нас пробитием максимум предыдущего дня и будет являться такое подтверждение. То есть, сегодня, пока у нас тенденция нисходящая сохраняется, мы видим, что цена уходит вновь ниже минимальной значения. То есть, фактически, с того импульса, который начался 28 ноября, у нас тенденция идет нисходящая. Она сейчас точно так же сохраняется. Но, если говорить о возобновлении покупок, то нам, в свою очередь, нужно увидеть уход выше максимальных значений, которые были сформированы в пятницу и будут сформированы сегодня. Вот отсюда уже будет более интересная позиция на присоединение на покупку и на возобновление роста евро по отношению к британскому фунту. Далее у нас на очереди нефть марки Брэнд. Посмотрим, что у нас по данному инструменту происходит. В рамках дневного таймфрейма у нас рост сохраняется. По недельному цель подвижения находится в области примерно 70 долларов за баррель нефти марки Брэнд. Ну, а следующая уже целевая область – это 87-86, минимальное значение, которое у нас было фактически в 2012 году. Это уже порядка более пяти лет назад. Соответственно, что сейчас мы видим в рамках таймфрейма меньшего порядка? У нас тенденция сохраняется на покупку и наиболее интересной как раз ситуация является на присоединение в сторону роста по данному активу, то есть по завершению коррекции. Соответственно, в пятницу мы также уходим выше максимальных значений, которые у нас были сформированы в четверг. Вновь переходим в фазу роста, хотя до этого были попытки начать коррекцию, начать корректироваться, но нефть не смогла закрепиться за этими уровнями. Ну и пятница, так скажем, рассудила всех участников, кто присутствовал в этом направлении в торговле. Соответственно, ближайший уровень стоп-лосс на текущем уровне находится на минимальном значении, которые были зафиксированы в четверг. Последняя коррекция, импульс и сейчас идет следующее коррекционное движение, которое в свою очередь, если цена не уйдет ниже минимумов, которые были сформированы 30 ноября, то все продолжится возобновление роста по нефтемарке Brent, преодолением отметки 64.97, ну и далее уже движение на 66.67, то есть сейчас, резюмируя нефть, мы продолжаем двигаться в фазе роста. Ну и далее у нас идет инструмент, который называется DAX, DAX-30. В принципе, индексы становятся все более интересными для торговли, так как волатильность по ним более интересная, чем, к примеру, по валютам, то есть тот же самый евро-доллар из года в год у него, ну вот средневное движение, оно постепенно смещается, а по индексам оно, наоборот, увеличивается, ну и в том числе по индексу DAX. Что мы видим здесь? Ну, во-первых, мы с вами обсуждали ту ситуацию, при которой индекс DAX обновил исторические максимумы, доходили до отметки 13.527, но вот фактически этот рост, он начался также весной этого года, выросли на порядка 30% от минимальных значений, которые мы видели, и рост, он также сохраняется. То есть основное направление, ну и особенность индекса заключается в том, что в принципе этот индекс, он наиболее интересен именно для поиска покупок, то есть когда он уходит в затяжное снижение, там на 4-х часов, на 9-м таймфрейме, то лучше взять паузу, на мой взгляд, и уже вернуться к нему в тот момент, когда тенденция на укрепление вновь возобновляется. Так вот, что у нас сейчас идет в рамках часового таймфрейма? Уже более локально, более приземленно. В пятницу мы также увидели уход ниже минимальной значения четверга, закрепились за данным уровнем, и фактически мы перешли вновь в фазу коррекции по данному инструменту. Соответственно, сейчас, чтобы говорить уже непосредственно о покупках, нам надо увидеть индекс DAX выше отметки 13 074. И вот, коллеги, также обращу ваше внимание, вот такие свечи, которые формируются вблизи уровней пробития, сейчас покажу, вот такая дожа, то есть фактически это как пин-бар, то есть разворотный бар с точки зрения свечного анализа с элементами price action. То есть, когда такая свеча формируется вблизи какого-то уровня, то вполне вероятно начало коррекционного движения. Поэтому сейчас, на мой взгляд, имеет смысл дождаться с точки зрения покупок повторного закрепления за данным уровнем. Ну, а для продолжения возобновления продаж, то есть для тех, кто работает на коррекции, то вновь ретест минимальных значений, которые были либо будут сформированы сегодня, то есть уход ниже минимальных значений, которые были сегодня таким образом и далее уже двигаться по нисходящей, либо, соответственно, для подтверждения будет, на мой взгляд, более точно дождаться даже максимум пробития повторного максимума сегодняшнего дня. То есть вот таким образом максимум, который будет сформирован сегодня, то есть это будет наиболее интересное подтверждение для текущего инструмента и для текущего положения по индексу DAX. Ну и завершим наш обзор инструментом, который, наверное, все знают, все спрашивают и который вызывает наибольший интерес с точки зрения спекуляции, как биткоин. Собственно, здесь мы продолжаем фазу роста, то есть у нас здесь ничего не меняется с прошлой недели, а в воскресенье доходили до опять исторических максимум на отметке 11760. Уже, начиная, если мы посмотрим этот год, текущий год, фактически год-то мы начали с отметки 778, то есть мы выросли более, биткоин вырос более чем в 10 раз и это, безусловно, является наиболее интересным. Ну, естественно, что здесь важно, учитывая такие моменты, как нехватка ликвидности по данному инструменту, так как оборотов по нему довольно-таки мало, поэтому, если вы привыкли проводить сделки по паре евро-доллара, когда сделка открывается в момент, сразу же, то по криптовалютам здесь ситуация несколько иная. Потребуется некоторое время для того, чтобы ликвидности стало больше, большим способом пользовался данный инструмент, ну и тогда и качество исполнения в любом случае оно будет лучше. На этот момент тоже важно обращать внимание, но стратегия купить и держать, она здесь, безусловно, работает максимально интересным, но всегда важно помнить о том, что запас хода здесь должен быть гораздо больше, чем, к примеру, по другим инструментам, по которым более интересная ликвидность. Так вот, если говорить о биткоину, на мой взгляд, здесь стратегия точно такая же интересная, это присоединяться непосредственно уже на коррекциях. Ближайший уровень находится в области 10786, то есть по данному инструменту будет интересно присоединиться вновь на покупку в тот момент, когда у нас эта коррекция завершится, мы получим подтверждение завершения коррекции в рамках часового таймфрейма и уже будем готовы к следующему импульсу. То есть фактически все те движения, которые мы видели предыдущие, то есть коррекция и возврат уже непосредственно к следующему импульсу, ну и обновление новых исторических максимумов. Итак, коллеги, по основным инструментам, которые я хотел сегодня рассказать, я рассказал, пожалуйста, если у вас есть вопросы, то напишите и еще, возможно, успеем что-то разобрать, что-то обсудить. В самом начале был вопрос по поводу книги «100% Forex». Вот сейчас я ее прикладываю также в чат, чтобы вы смогли ее скачать. Если вы только начинаете свое знакомство с финансовыми рынками, то рекомендую эту книгу использовать. Написана она была несколько лет назад, но является вот таким, наверное, основным инструментом, план по которой очень хорошо использовать для ознакомления с финансовыми рынками. То есть он является очень познавателен. И коллеги, хотел напомнить, что у нас для тех, кто посещает наши обучающие вебинары, есть один небольшой плюс, одна небольшая возможность, которую воспользоваться. Турецкая лира. Ким, спасибо большое за вопрос, но давайте мы... Турецкая лира. Честно говоря, вот никогда для себя ее не смотрел. Турецкая лира. Ее еще бы найти... Если есть под рукой тикер, как она обозначена, то это бы помогло. Я могу сейчас поискать. Вообще здесь есть один очень такой интересный момент. Напишите, пожалуйста, тикер данного инструмента, я его найду. Но, коллеги, скажу сразу, инструменты, которые мало ликвидны, то есть пользуются небольшим спросом, они очень интересны, если у них есть хороший потенциал. То есть это, знаете, как есть стратегия покупок акций, которые стоят дешево, например. То есть можно купить 100-200 акций с небольшой ценой, но в том случае, если они вырастут в 10-20-30 раз, то фактически прибыль она себя окупит. Но, на мой взгляд, с точки зрения валют, это не столь интересно. Если, конечно, не брать российский рубль, то увеличение в два раза, которое было в 2014 году. Но здесь нужно больше политикой этой страны заниматься и изучать фундаментальных данных. Да, спасибо за... Турецкая лира. Я не уверен, на самом деле, что она торгуется в рамках Admiral Markets. По крайней мере, у меня сейчас в тикерах его не находит. Может быть, турецкий... Нет. Прошу прощения, но, скорее всего, мы не сможем разобрать данный инструмент. Возможно, он торгуется на другом валютном счету. Давайте попробуем это сделать на следующем вебинаре. Просто в рамках MT5. Я не помню, что он не был добавлен, поэтому были сомнения по этому поводу попробуем в рамках следующего вебинара это рассмотреть. И уже на другом типе счета, потому что потребуется на это время. Мы с вами уже сейчас примерно полтора часа задержались. Коллеги, я еще хотел, во-первых, напомнить о том, что у нас стартовала предновогодняя акция, которая позволяет получать возврат спреда для всех участников, для всех клиентов компании Neuromarkets, кто планирует пополнение в ближайшие несколько недель. Акция находится на сайте. Я приложил, вы сможете для себя посмотреть и в случае регистрации получить возврат спреда на определенное количество дней. И, коллеги, хотел задать вопрос, а есть ли у нас здесь те участники, кто посещает наши вебинары, но пока не имеет реального счета. То есть, скажем, те, кто учится, только находятся в фазе обучения. Если такие у нас сейчас участники есть, обозначьте себя, то есть те, кто не торгует еще на реальных счетах компании Neuromarkets, поставьте, пожалуйста, плюсик, например, как Виктория, поставьте, пожалуйста, плюсик и я расскажу еще об одной интересной возможности как раз для тех участников нашего вебинара, кто у нас присутствует. Пока учусь на демо. Отлично. Смотрите, у нас в рамках наших обучающих программ есть, то есть мы эту возможность даем только тем, кто посещает наши вебинары, либо какие-то другие мероприятия. Это получение учебного счета. Учебный счет, что он из себя представляет? Он из себя представляет ваш фактически первый шаг к переходу на реальный счет. Учебный счет, он дается на сумму, я, наверное, такими цифрами будет более понятно, да, объясню. То есть учебный счет, он дается на сумму в 200 евро, двух недель и вся прибыль реальный счет. То есть фактически вы начинаете с 200 евро, если у вас в течение двух недель, к примеру, образовался баланс в 400 евро, то есть 200 евро это прибыль, то вот эти 200 евро вы сможете перевести на ваш реальный счет. То есть, скажем, попробовать сделать первые шаги, не рискуя собственными средствами. Для того, чтобы получить данный учебный счет, необходимо открыть обычный реальный в Admiral Markets, пополнить его на сумму от 200 евро и уже мы дополнительно вам дадим учебный счет, чтобы вы могли на нем практиковаться. Никаких ограничений на убытки здесь нет. То есть, Оксана как раз хороший вопрос задает, если ваш баланс по итогам этих двух недель станет меньше, то он просто станет меньше. То есть, вы его закроете, как обычный демо-счет и уже продолжите тренироваться на демо-счете. Тут, наверное, больше вопрос к тому, что попросит ли Admiral Markets вернуть те средства, которые были туда зачислены. Нет, не попросит. То есть, это как раз и делается для того, чтобы дать возможность попробовать сделать первые шаги. Так скажем, здесь определенная возможность, которая позволяет попробовать уже на реальных счетах. Я объясню, это не бесплатный сыр. То есть, мы в любом случае компания Admiral Markets заинтересованы в том, чтобы вы выбрали нас как компанию брокера и мы нацелены на долгосрочное сотрудничество. Поэтому мы со своей стороны даем возможность дополнительно попробовать какие-то дополнительные инструменты, как, к примеру, учебный счет. После этого, если вы понимаете, что вы готовы переходить уже к работе на реальном счету, то мы переводим вам прибыль на ваш реальный счет и вы продолжаете работать по нему. Вот, да, здесь как раз, смотрите, напишите мне, пожалуйста, на почту. То есть, для тех, кому интересно получить, к примеру, данный учебный счет и более подробно узнать о процедуре его получения, вы можете написать мне на почту romanisakovsobakaadmiralmarkets.com и уже я перенаправлю вашему менеджеру это сообщение и он поможет вам с процедурой получения данного учебного счета. Поэтому, вот по поводу последнего вопроса, также, пожалуйста, мне напишите на почту и мы обязательно посмотрим и выберем наиболее оптимальный путь. Также, для всех, кому интересен этот учебный счет, просто в теме письма поставьте учебный счет и мы сразу же поймем, что вы пришли с вебинара и расскажем, как этот учебный счет можно будет получить. Хорошо, коллеги, тогда, если вопросов больше нет, будем заканчивать наш сегодняшний вебинар. Всем спасибо за участие, были довольно-таки активны. Ким, прошу прощения, что мы не смогли разобрать турецкую лиру, но я думаю, что постараемся сделать это в ближайшем будущем, как только я найду тот тип счета, на котором он присутствует. Всем желаю хорошей торговой недели, как всегда ваши вопросы также присылайте мне на почту, подписывайтесь на наш YouTube канал и не забывайте оставить лайк ко всем видеообзором, который у нас публикуется. Также, коллеги, если у вас есть какие-то моменты, которым бы вам хотелось дополнить наш ежедневный обзор, который я записывал для вас, напишите в комментариях и мы посмотрим, точнее я посмотрю, как его можно расширить и дополнить, исходя из ваших пожеланий. То есть в любом случае данный обзор делается с той целью, чтобы быть максимально полезным для вас. Каждое утро примерно до 11 часов по Москве он на YouTube канал добавляется. Поэтому, если у вас есть какие-то пожелания, предложения, обязательно их пишите и мы подумаем, как можно будет улучшить уже данный формат. Хорошо, коллеги, всем спасибо за внимание и увидимся уже на следующих вебинарах. У нас на этой неделе также будет вебинар, посвященный торговой системе, торговой стратегии, которая называется Gambit, моя коллега Кира Люхтенга будет его проводить, ну и я немного ей буду с этим помогать. Поэтому, если вы для себя хотите получить дополнительную торговую систему, узнать больше информации, то также приходите на этот вебинар, ссылку прикладываю в чат. Все, всем спасибо и до свидания.